Прошло два месяца с тех пор, как в центре города была организована новая схема дорожного движения. Улицы Почтовая и Красная Армия стали односторонними. В первые дни было много браний и споров, оправдывано ли введение такой схемы движения. Но разногласия спустя время утихли сами собой. С одной стороны удобно, с другой не особо. А в чем неудобство заключается? Неудобство заключается именно в параллельных улицах. Там не особо удобно. Мне это не нравится. Плохое движение. Пробки создаются. Раньше от площади Пушкина, которая идет дорога. Вот. Почтовая. Раньше лучше нравилось. На площади Пушкина хорошо стало. Поворачивать стало хорошо на площади Ленина. Да ничего вроде так устраивает. Главное, чтобы дороги были хорошие. Новая схема организации дорожного движения задела и интересы пассажиров. Теперь мимо остановки киноцентральной идет далеко не весь транспорт. Сюда приходишь, а здесь нет этого транспорта. И приходится дольше ждать, стоять. Мне очень удобно. То есть я проезжаю через киноцентральный. Пробок сейчас намного меньше стало, в принципе. Мне очень, меня все устраивает. Довольно-таки так нормально. Как раньше ездил, так и сейчас езжу. Мои маршруты как-то не пересекаются с этим. Все в порядке. Горожане в один голос утверждают, что с появлением на перекрестке улицы Почтовой проспекта Ленина светофорного объекта стало намного безопаснее. Движение здесь интенсивное. И ДТП, в том числе с наездами на пешеходов, на этом участке дороги были нередкими. А сейчас сделали, вот более-менее, хоть можно перейти нормально стало. А раньше вот этот был просто переход, просто переход. Не было этого светофора. Очень было проблематично пройти. Руководство городского отдела ГИБДД в новой схеме движения также находит больше плюсов, чем минусов. Статистика говорит сама за себя. Число ДТП на этом участке дороги стало значительно меньше. У нас бесконфликтный, так скажем, левый поворот сейчас усуществляется с улицы Жарова. Это в районе площади Пушкина. С улицы Жарова транспорт, который едет с левым поворотом на проспект Ленина. Здесь тоже постоянно, если раньше анализирую ситуацию, постоянно были столкновения. Там выезжает в том числе и общественный транспорт. Сейчас он регулируется светофором. Кому действительно не повезло из-за введения новой схемы движения, так это пассажирам, ожидающим общественного транспорта на улице Почтовая. Здесь не предусмотрен ни заездной карман, ни остановочный павильон. А значит, осеннюю непогоду ивановцам переждать будет негде.